Самое важное сегодня — это талант. Города будут доминировать над странами. Планета городов, а не планета стран. Какие знания нужно иметь сегодня, если ты хочешь быть успешным в будущем? Главным будет вопрос не как, а кто. Всем привет! Сегодня уникальный гость — профессор экономики, философии Шелл Норгстрем. Шелл Норгстрем — шведский экономист, профессор Стокгольмской школы экономики, бизнес-спикер, футуролог, автор бестселлеров «Бизнес в стиле фанк» и «Урбан Экспресс», которые являются трактатами о ближайшем будущем цивилизации, бизнесе и обществе. Первый вопрос, который меня интересует, я думаю, всех моих подписчиков, это вы в своей книге говорили, что будущее — это за талантами. Я тогда не совсем понял, я читал это 20 лет назад, а вот сейчас понимаю, что вы были правы, конечно, будущее — за талантами. Спустя 15-20 лет после того, как я впервые сказал о важности таланта в своей книге, роль таланта стала еще более значимая. она растет в любой сфере. Все будет держаться на таланте. Все понимают, что нужно иметь талантливых людей в команде. Как я могу привлечь их? Как я могу управлять талантливыми людьми? Им же нужно создавать специальные условия. Таким специалистам, если что-то не нравится, то они быстро меняют место работы. Как ими управлять, чтобы они оставались эффективными? Возьмем как пример Ричарда Брэнсона, основателя американской авиакомпании Virgin Airlines. Ему удается вести бизнес как фан, в удовольствие. Он создал флер легкости и веселья вокруг себя, и того, что он делает, и люди хотят работать в его команде. Удовольствие очень важно. Но как именно заставить талантливых людей работать вместе в команде? В бизнес-компаниях и в США, и в Европе 40 лет назад большие боссы были инженерами. И все подчиненные слушали команды «сделай то», «делай это». И кивали головой, и соглашались «да, о, великий инженер». Ну, 35 лет назад впервые боссами стали те, кто прошел специальные бизнес-тренинги. Они не были инженерами, они были бизнесменами, получившими MBA, что означает «магистр делового администрирования». Следующий шаг — организовать экосистемы, нужную среду и быть для таких людей не просто боссом, а коучем. Кто такой коуч? Например, в хоккее ему не нужно быть лучшим игроком, а важно уметь наладить игру, все процессы, мотивировать команду, решать конфликты, развивать сильные навыки игроков. А какие вызовы в ближайшее время будут? Как будет выглядеть мир через 15-20 лет? Во-первых, в мире будут доминировать города. Это будет планета городов, а не стран. Мы видим уже сейчас, что один город Великобритании, Лондон, обеспечивает 30% всей экономики страны. Один маленький уголок острова — и 30%. Итак, по всему миру роль и значение городов возрастает. По нашим оценкам, через 20 лет около 75% всего населения Земли будет жить в городах. И будет примерно 500, ну или 550-600 городов, которые будут управлять всей мировой экономикой. Это также значит, что мы будем жить в очень маленьких пространствах, ведь почти все население расселится в городах, а это всего лишь 2% всей массы планеты. Города перестанут быть такими, какими мы привыкли их представлять. Они станут огромной урбанистической территорией. Если коронавирус не смог остановить развитие городов, то что тогда сможет? Это необратимый процесс. Конечно, сейчас есть тренд на удаленную работу с помощью современных технологий. Да, люди привыкли работать на расстоянии, но на коротком. Человек может уехать из Лондона, но он останется на расстоянии одного часа езды от Лондона. Города растут по периферии, становятся больше. Потому что жизнь в городах дает надежду. Надежду на лучшую жизнь, на любовь, на семью, на развлечение. Номер 2. Последние 50 лет мы постоянно сталкиваемся с таким феноменом, как глобализация, когда мир становится ближе, открытые границы, путешествия, глобальные мировые корпорации. Так вот, в будущем, я считаю, несмотря на глобализацию, бизнес станет более локальным. Мир поделится на 4-5 регионов, где ты будешь торговать прежде всего в рамках своего региона. Это не означает, что Китай и Франция перестанут вести бизнес друг с другом, но, скорее всего, приоритет будет именно в своем регионе. Насчет знаний в будущем будут цениться те знания, которые нельзя цифровать и получить через девайс. Ты должен находиться в той специфической среде и учиться. Учиться, как торговать, как вести бизнес, как начать стартап. Ты можешь прочесть об этом в книге, но, с другой стороны, ты должен перенять живой опыт. Возьмем Голливуд, к примеру. Ты можешь пойти в университет и научиться снимать кино, но самое важное знание, когда ты там, изнутри подглядываешь за профессионалами, учишься у них, общаешься, перенимаешь опыт в живом общении. Мы в центре города Киева решили построить Юнит-Сити, специальную среду для предпринимателей и стартаперов, и мне многие образованные люди говорили, что у тебя ничего не получится, потому что Киев не современный город, здесь такое не поймут. И твоя идея никак не поможет городу. Но я считаю, что это крутая идея, потому что Юнит-Сити может привлекать разных специалистов Силиконовой долины, экономистов со всего мира, как вы, например, получить от них знания и таким образом затем улучшать Киев. Что вы думаете об этом проекте? Я верю в эту идею. Я всегда говорил, что очень важна экосистема. Не один росток, не два, а много-много, чтобы образовалась экосистема. В любом городе, какой ни возьми, Берлин, Стокгольм или Барселона, ты должен сформировать подобное место, достаточно большое, чтобы несколько сотен компаний могли работать бок о бок, конкурировать, обмениваться знаниями, сотрудничать, меняться персоналом и спорить. Это очень важно. Поделюсь с вами небольшой историей успеха. Как вы знаете, Скандинавия подарила миру несколько всемирно известных компаний. Скайп, Спотифай, но еще 20 лет назад было много молодых людей, талантливых, которые ничего не делали. Я сейчас вас внимательно слушаю и возьму на вооружение все ваши идеи. Мы создали бизнес-лабораторию, это была часть бизнес-школы. В лабораториях проводились тренинги, ты вместе с профессорами мог открыть любую компанию, начать любой стартап. Некоторые из этих компаний, вышедших из нашей лаборатории, стали большими и известными. И это очень важно для самооценки студентов, когда ты понимаешь, что ты можешь это сделать, когда у тебя есть внутренняя уверенность в своих силах. Но эта уверенность не приходит моментально. 5-6 лет. Не завтра утром, потому что многие думают, что уже завтра ты можешь стать успешным. Нет, нет. 3-5 лет минимум. Вы говорили, что будет 500 городов или 600, и что люди тянутся в города, потому что лучший уровень жизни, медицины и так далее. Но на мой взгляд, будут города и несколько богов. 3-5. Сукерберг, Майкрософт. Потому что эти компании управляют сейчас многими странами. Как вы относитесь к тому, что эти несколько имен станут приравниваться к богам, которые управляют всем? Их может быть 5, может быть 10. Это правда, да. Некоторые компании доминируют бесспорно. Гугл, например. Нет второго Гугла. Есть Гугл и ничего больше. Дело в том, что технологии очень быстро развиваются, а легализация и принятие соответствующих законов медленно. До сих пор нет законов, регулирующих деятельность Гугл и Фейсбук. Нужно время для рассмотрения, согласования, пройти все этапы в демократическом обществе. Я надеюсь, ситуация изменится, иначе я уйду в лес и разобью свой телефон и буду жить один. Много людей думают об этом же. Представьте, что вы хотите начать новый бизнес. Какие знания нужно иметь сегодня, чтобы быть успешным в будущем, через 2-3 года? Сегодня главный вопрос, который вы должны задавать себе, это не как, а кто. Кто должен приходить в мой магазин? Кто будет моим финансистом? Кто будет инженером в моей компании? Кто мой советник? Знание «кто» сейчас важнее, чем «как». Много людей сегодня знает ответ на вопрос «как». Мой мобильный телефон даже знает «как» и «что» сделать. Да, ведь самое важное в вашем телефоне — это книжка с контактами, где вы, возможно, делаете пометки. И вы можете потом пролистывать и думать, «Ага, я помню этого парня, у него интересное решение, пожалуй, свяжусь с ним». Так что вопрос «кто» — основополагающий. «Как делать?» — знают машины. И, кстати, один человек мало что может. Команда — вот что главное. Мало даже нас с вами. Нужны еще и еще люди в команду, чтобы сделать некий прорыв. Небольшая команда? Да, больше, чем два, но меньше, чем двадцать. Пятеро-шестеро людей, которые интенсивно вместе работают и создают что-то. Смешной пример, но возьмем «Роллинг Стоунс». Вместе — это рок-н-ролл, но если их разделить, это будет просто пять отдельных людей. Только командой они стали звездами и написали ту музыку, которую мы все знаем. Как вы самосовершенствуетесь? Я люблю общаться с людьми, которые работают в совершенно другой сфере, нежели я. В этот понедельник я, например, встречался с женщиной, она работает патологоанатомом, то есть занимается вскрытием трупов. Мы провели целый день вместе, обсуждали, как развивается эта область, какие новые технологии, и это общение меня очень обогатило. Я стал шире смотреть на некоторые вещи. Я люблю общаться с людьми из других профессий — с архитекторами, докторами, музыкантами, людьми искусства. Так вы учитесь новому? Да. Я знаю, что вы приезжаете в Украину не первый раз. Да, я был много раз. Тогда очень интересно послушать ваше мнение об Украине, о нашей экономике. Вы замечаете разницу, видите ли изменения, которые происходят, и происходят ли они? Конечно. Я вижу огромную разницу, когда я приехал в первый раз в 91-м году. Это была не другая страна, а другая планета. Бывшая часть Советского Союза. Да, я помню это время. Я был также в России, в Казахстане. Я изучал этап переходной экономики от плановой к рыночной. Я писал об этом. И разница тогда и сейчас очень большая. Могли бы вы дать совет нашим политикам, что нужно делать, чтобы улучшить ситуацию в Украине, как быстрее развиваться, чтобы догнать европейские страны? Строить такие места, как Юнит-Сити. Объединять специалистов одной сферы. Фармацевтики, информационных технологий, место с высокой плотностью профессионалов, которые работают бок о бок. Это номер один. Номер два. Финансовая и законодательная инфраструктура. Очень важно четкое правовое поле для работы. Как сделали в Эстонии, Латвии и частично в Литве. Ты начинаешь бизнес, и очень скоро тебе понадобятся законы, легальные рамки, в которых ты функционируешь и развиваешься. Все процессы должны работать четко. Суды должны быть эффективными и надежными. Законодательная и финансовая база — это как воздух для развития бизнеса. Например, в Риге мы сначала основали бизнес-школу, а спустя несколько лет — университет юриспруденции. Мы хотели убедиться, что в скором будущем появится достаточное количество специалистов по праву. У нас много молодых людей покидает страну, уезжает работать за границу. Что нужно сделать, чтобы вернуть молодых специалистов, чтобы они работали и поднимали благосостояние своей страны? Вам нужно делать жизнь в Украине привлекательнее. Это не так просто реализовать. Да, но можно идти маленькими шагами. Например, создавать международные школы для детей. Родителям важно, какое образование получат их дети. И когда ты даешь им необходимое, жизнь становится привлекательнее. Но я задам последний вопрос и всем его задаю. Сколько вам, профессору, нужно денег для счастья? И вообще, измеряется ли счастье деньгами? Счастье может измеряться деньгами, когда ты становишься счастливее и счастливее от доллара к доллару, пока не достигаешь заработка в 60-70 тысяч долларов в год. Это правило действует для Европы и Америки. Но затем увеличение заработка уже не влияет на твое счастье. Если ты становишься еще богаче, то не значит, что счастливее. Нужно сделать очень большой рывок, чтобы кривая счастья опять пошла вверх. Если ты хочешь сделать счастливее человека, который зарабатывает 70 тысяч долларов в год, ты должен подкинуть ему сразу 50 тысяч, чтобы машина по выработке счастья заработала снова. Спасибо за встречу. Очень интересно с вами беседовать, как всегда. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok